Добрый вечер, друзья мои! В Венеции 9 с чем-то, без чего-то 10. Мы плывем с вами по большому каналу, по тому маршруту, который мы уже проделывали один раз сегодня за суток. Но сейчас понедельник вечер, сейчас самый безжизненный вечер во всей Венеции, потому что вчера все отгуляли, сегодня все усталые после вчерашней бульбы и сегодняшнего рабочего дня. Высокая вода, вы видите, она подходит практически к столикам едящих на площади Оргария. Едят при лампочках, все очень романтично, народу мало, вода подходит неумолимо к ним. Хотя высота тут немалая относительно площади Сан-Маркл. Высота тут чуть ли не 120 сантиметров над уровнем моря. Вот остановка, которую мы снова проходим мимо, так как мы плывем на двушке. Двушка – это экспресс. Впереди у нас самое яркое здание на правом берегу. Это Безино. Бендромин в колледже. Ларидан дворец. Где, как вы уже успели устать, умер Рихард Вагнер. Вот рыбный рынок Риальта. Но не работает уже даже и овощной. И даже если бы работал, никто бы не увидел каких овощей. Вот переправа Святой Софии. Вот такси подогнали. Видимо, таксист пошел в эти переулки. Есть чики эти за евро. Там, собственно, едят местные. Бродскому забыли доложить. Значит, вот отблески. В гостинице на воде. Вот такое палаццо. Жалко, что они не зажгли свет во всех этажах. А тут вам было видно больше готических окон. И этажом выше, и этажом ниже. Вот у нас фундационные. Фундационные Прада. Как урнер де ла Реджино. И сейчас не проходит никакая выставка. А то бы подсветили бы нижние этажи отель-кафа Вретти. Крофотное палаццо соседнее. Из трех этажей перестроенных. С тех времен, когда это была кистура классического палаццо. Вот Каппезаро, в котором два музея и одно кафе. Будете, как в воскресенье вечером нас в это кафе не пустили. Вот такой узкий проход. На нем знак скорости. Пять километров в час, не больше. Да, и сегодня классно видно почему-то. Может быть, потому что нет дождя. Но, тем не менее, толком рассмотреть фасад санстая не получится. Санстая погружен во тьму. Вы только можете угадывать его призрак. Вот позади этого фонаря призрак барочного фасада. Гораздо лучше освещена остановка. Хотя смотреть нечего на ней. Позади находится палаццо. И мы видим большую гостиную, освещенную. И там куча зелени. Плохо в Венеции без зелени. Вот. Рога, вам не видны, торчат над старым закопченным палаццо. Вот у венецианского адмирала. Как говорил товарищ, вот рога теперь видны. Говорил товарищ Рейсин, мы бы тут провели евроремонт. И действительно, неплохо было бы. А вот прилично подсвечены фонда ГД и турки. Как мы помним, гостиница, медресе, хамам, торговые склады. Все тут было для турецких купцов во время индианских войн, во время войн за Крит. В то время как с Марком Антонио Брагодино турецкий султан взбирал кожу за героическую оборону крепости Пумагусты. Здесь в Венеции жили и торговали себе шерстью и углеводородами турецкие купцы. Потому что торговля это святое. Если вообще есть для венецианцев что-то святое. Вот еще один такой палаццо, выглядящий совершенно как привидение. И перед ним фонарь, который отбрасывает на него свет. Так что привидение торчит из воды. Вон впереди уже показались привокзальные структуры. Освещенная реклама Джоджо Армани на фасаде задрапированном церкви Санта-Мария-Деназарет. Сейчас мы, видите, проходим палаццо Лабио и угол Канареджи. Вот Канареджи сейчас плывет другая лодка в сторону еврейского гетто, мы там сегодня были. Вот Рива-де-Бьязио, этот самый, берег, берег Лайси, в котором вы как и нигде не останавливаемся. Потому что это экспресс и он идет без остановок от Риальто до железной дороги. А глядная дорога, вон она, вон она впереди, впереди нас. И видите, как свет играет по воде, видимо, видимо нет, нет тумана, нет большой влажности, из-за которой так плохо было видно в прошлый раз. И вот такой вот опрятненький фасадик итальянского авторского общества. На нас смотрит, кажется, что он такой красноватый, хотя на самом деле он совершенно лимонного цвета, бледного. Вот, впереди мост босиков, но никаких на нем фонарей, ничем он не подсвечен. Увидим моего только, когда будем проплывать, выплывать под ним. А вот такая очередная гостиница, отельчик со своим Джордино. В этом садике столики, у столиков подсветка. Постояльцы могут здесь сесть и что-нибудь съесть, выпить на ночь, глядя, но не делают этого, все пусто. Вот мозг босиков стал уже почти совсем виден. Сейчас он будет виден еще лучше. Вот, проплываем под ним. Вот он над нами. Вот мы его прошли, но с этой стороны он тоже не освещен. Максимум отражает те блики, которые в воде, которые отражают фонари. Да, для инвалидов, Виктор, очень большая проблема. Мы ее с подачей Алексея Налогина довольно подробно обсудили пару дней назад. Есть маршруты, но эти маршруты очень причудливо прерываются в совершенно произвольных местах. И вот Сан-Симеон и Пикколо. Все равно не видно его зеленый металлический купол. Он сливается с темным небом в телефоне, хотя не сливается с ним в реальности. Все-таки есть ограничение светосилы айфона. К сожалению, преодолеть нам не дано. Но зато мы можем посмотреть на фонари в воде, в воде Большого канала. Покуда мучительно пытается наше судно припарковаться к станции, к остановке железнодорожный вокзал Перрувия. Вот люди выходят на поезд. Вот там уже на Сталеньевский вокзал торчит. Ходят немного народов, потому что мы плывем в неправильную сторону. Мы плывем не в город, мы плывем в сторону автобусной станции. Люди, которые приехали на поезде, зачем автобусная станция? Им в город подавай. Поэтому вошло три человека примерно. В противоположную сторону с вокзала вошло бы значительно больше. Ну, конечно, это канало грязное. Конечно, это канало грязное. А как оно еще может быть? Вообще любая судоходная вода, если это не Большой океан, то она грязная. Конечно, в нее сбрасывается топливо, в нее гадят птицы, в нее гадят рыбу. В общем-то, вода не самая, мягко говоря, стерильная здесь. Поэтому питье с Большого канала никому не рекомендуется. А когда плывешь к нему, то ничего страшного, что грязное. Да, нет, байдарки и канои есть. Мы же видели довольно много их состязаний за последние дни. Ну, видите, наши попутчики по плаванию знают, каким бортом мы будем сверковаться. Выстроились все в этого борта. Хотя это не конечная, это предпоследняя остановка. Римская площадь, Пиццель-Рома. Вот, видите, около нее освещенные твои дома. Вот мы проплываем. Будем сейчас проплывать под мостом к институции. Мост к институции. Такая пародия на мост Академии. Вот, видите, вот он. Он такой покатый, что по самой его верхушке можно проехаться на инвалидной коляске. А подниматься и спускаться все-таки ступеньки. Не, ну, конечно, все дома на канале, кроме тех, которые используются госучреждениями, музеями и гостиницами, являются жилыми. Эти палации строились как человеческое жилье. Другой вопрос. Сколько народу занимает то, что строилось как жилье для одной венецианской семьи? Потомки этой семьи часто судились друг с другом. Отсудили разные этажи. Потом кто-то живет. Кто-то сдает свою отсуженную часть под офисы. Но, в принципе, нет никакой разницы между палаццо, в котором остались жители, и палаццо, которое сдали, например, под музей или гостиницу. Ни с какой точки зрения нету разницы. То есть, когда вы смотрите на палаццо, вы заранее не можете знать, вы смотрите на жилой дом или вы смотрите на учреждения. Конечно, если вы видите там флаги Италии и Евросоюза, то это значит, что жилец государства. Если вы видите там на нижнем этаже ресепшен освещенный, то значит, это гостиница. Нет, вот это гостиница Санта Кьяра. А вот это, полагаю, ее просто новое крыло, в котором, поскольку номера не сданы, то жалюте закрыты. Ну, так это мое предположение. Да. Вот внизу там, очевидно, тут ресепшен, а тут тошнилость. Да, вот причал, вот мост. Мост Конституции, мост Квадрала. Вот шваркуются наши матросики. Сейчас вот он привяжет нас к Венеству. Петс Али Рома, Римская площадь. Римская площадь. Картина Репина приплыли. Виктор, люди, которые говорят, что в Венеции воняет, они, так же, как и люди, которые говорят, что в Венеции нет деревьев, потому что город каменный и искусственный, а деревья вроде бы бывают только естественного происхождения, они бывают никогда посаженные людьми. Это люди, которым не нравится слушать, как хорошо в Венеции. Я их очень понимаю. Кому-то не нравится слушать про Париж, и тогда вам рассказывают, вам рассказывают, что там ходят черные и всех убивают. Кому-то не нравится слушать про Берлин, там говорят, что там мусульман полно. Кому-то не нравится про Лондон, вам сразу расскажут, что в Лондоне, значит, засилье геев. Ну, и, соответственно, вот про Венецию, а там воняет, да, а там нет деревьев. Это такая стереотипия для того, чтобы это все говорить, для того, чтобы называть французов лягушатниками, итальянцев макаронниками, а немцев фрицами. Совершенно не обязательно что-нибудь знать о Франции, Италии и Германии. Это такие обзывалки, которые, в общем, не нуждаются в фактической основе. Если вообще мы вспомним генезис русского слова немец, то оно же вообще-то означает человек немой, человек, который не в состоянии разговаривать, не в состоянии, как минимум, разговаривать по-человечески, который издает какие-то странные звуки, непонятные носителю русского языка. Следовательно, вот он немец. Кстати, и слово ненец, означающее коренную российскую народность, оно однокоренное со словом немец и означает ровно то же самое. Человек немой, человек не умеющий говорить. Это вообще великая русская традиция. Не знать ничего, ни про чью культуру, за то знать про каждый народ с представителями, даже когда ты никогда к нему встречался, знать, какое ругательство к нему применить, кого обозвать чуркобесом, кого черножопом, кого пиндосом, и в каких обвинить его бездуховностях, аморальностях, преступлениях и отсталостях. Это, в общем, справочник начинающего патриота, он у нас такой. Он у нас не состоит из достижений каких-то научных, технических, культурных, а он у нас состоит из того, про кого, какую мы знаем обзывалку. И каждый день телевизор пополняет нам эту копилку, но должны вам заметить, что это все описано у Джорджа Уорвелла в книге 1984, в которой там такой урод политинформации. Каждый день гражданам докладывали, что плохо в... что плохо в той стране, в которой они не живут. Почему там так ужасно, а тут так прекрасно. В советском анекдоте кончалось все тем, что Вовочка заплакал. Мария Ивановна спрашивает, Вовочка, что же ты плачешь? Она говорит, хочу в Советский Союз. Ну вот, друзья дорогие, хочу я в Советский Союз, не хочу я в Советский Союз, но лечу я именно, что в этот самый Советский Союз. Вот эти вот прекраснейшие люди, которых вы не видите в темноте, а видите только вот желтеющую жопу ближайшего к нам паренька, обнимающего девушку с бутылкой пластиковой. Эти люди поедут со мной на пятом автобусе через Местро, 23 остановки, и он доставит нас в аэропорт Марка Пола. После чего сяду я на самолетик и прилечу в Российскую Федерацию. Там меня уже заждалась старший следователь по отделам по особо важным делам Главного Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации. по Центральному Административному округу. Так что... Так что летим. А с вами и с Венецией одновременно я на этом прощаюсь. Надеюсь, вам понравились наши прогулки. Соскучитесь, у вас всегда есть что пересмотреть, потому что все эти видео лежат в HD. Последний раз посмотрим на творчество Сантьяго с двойной фамилией Кал Атрава. Посмотрим на паркинг Трункетто, на крыше которого так часто паркуются люди, заранее не заказавшие себе место пониже. И удачи вам! Надеюсь, еще не раз увидимся. Чао! До скорых и радостных встреч! Продолжение следует...